Седьмая Всероссийская интеллектуальная олимпиада «Наше наследие» стартовала в сентябре этого года. Православные гимназии, воскресные и светские школы проверяли знания учащихся. Лучшие по итогам испытаний приняли участие в следующем епархиальном туре. Соревновательный тур прошел и в Екатеринбургской епархии. О том, как это было, в нашем следующем сюжете. В 10 утра конференц-зал Духовно-просветительского центра Екатеринбургской епархии наполнился детьми. 120 учащихся 5-11 классов из самых разных уголков епархии прибыли сюда, чтобы продемонстрировать свои знания. Тема олимпиады в этом году – 300 лет со дня рождения Михаила Васильевича Ломоносова. О своем уникальном соотечественнике участники интеллектуального поединка знают многое. Говорят о нем с неподдельным восхищением. Великий человек, человек энциклопедии, который поглотил в себя много наук. Он открывал что-то теоретическое, практически, а потом пытался связать эту теорию с Богом. Он так стремился к знаниям, что пошел из дома своего к Москву. Это все равно трудно для человека столько пройти. Он же был незнатного происхождения, и как его все признали, у него дочь была жената на знатном человеке, и ее дети были женаты на знатных людях, что он как-то смог, бедный, незнатный человек, как-то вырваться в люди там. Его же теперь все знают. Первый этап олимпиады – личный зачет. Отвечать на вопросы о жизни, работе, творчестве Ломоносова, презентовать собственные проектные работы было далеко не просто. Пригодились знания по химии, физике, истории, литературе. Логическое мышление и смекалка тоже лишними не оказались. Отстаивать честь уже не только свою, а коллектива в командной игре ребятам понравилась в особенности. Нам было предложено 17 вопросов, они все были довольно интересные, в них не было никаких скучных моментов. То есть они освещали все творчество Ломоносова, даже не только его. И было очень, так, не настолько просто на них ответить, но если ты отвечал правильно, это было очень приятно. Еще приятнее им было провести время вот так, вместе. С обычным школьным днем не сравнить. Примерно две трети участников олимпиады учатся в воскресных школах, остальные – в светских. И для тех, и для других такой опыт очень важен. Это повод стать ближе друг к другу и приблизиться к Богу. Детей, наверное, это объединяет как-то. И вынесут какие-то знания для себя, и, возможно, какие-то воспоминания останутся о том, что как провели время. Конечно, устанут, но довольны будут, я думаю. Сюда приезжают дети не только, которые из приходских школ, но и из светских. То есть они, их приводят к Богу на основе какой-то теории. То есть Ломоносов же, он теоретически доказывал, но был одновременно верующий человек. Православный христианин Ломоносов, прославлявший Бога в своем творчестве и всей своей жизнью, продолжает это делать и сегодня, собирая вместе молодых людей со всей России в едином деле – деле изучения и сохранения нашего культурного, научного и духовного наследия. Субтитры создавал DimaTorzok